Привет, друзья, я Григорий Герман. Давненько мы с вами не обсуждали перспективы российского государства. Все-таки 7 месяцев прошло и на фронте, и в экономике, и на международном фронте произошло множество изменений. Есть ли среди них хоть какой-то позитив для России, настоящий позитив, а не нарисованный пропагандистами? Удается ли Кремлю из букв Ж, О, П и А сложить слово «успех» обо всем с украинским политологом Петром Олещуком? Оставайтесь. Будет честно и интересно. Петр, 7 месяцев войны. Это не только 7 месяцев боевых действий, но и 7 месяцев международной изоляции, 7 месяцев экономических санкций. Как они отразились на России? Проблемы нарастают, но пока они не влияют на решимость режима продолжать свою политику. Поэтому, наверное, пока итоги промежуточные. То есть негативные процессы появляются, они нарастают, они очевидны. Но очевидно, что режим пока что не хочет это все принимать в расчет и считает, что в конечном счете он добьется своего, просто нужно больше времени. Поэтому такое промежуточное время. Вот если разбить по секторам, если разбить по сегментам итоги на это промежуточное время, то вот российская экономика. Сейчас многие россияне вытаскивают вот этот образ Советского Союза и свои жизни во времена Советского Союза, которые концентрируются во фразе «ну жили же и ничего, все же нормально было». В чем отличие российской экономики от советской экономики, которая и позволяла вот тогда, ну вот вроде бы же живем, ну и вроде бы же нормально? Почему сейчас так не получится, как получилось в Советском Союзе? То есть Советский Союз, он, собственно говоря, почему и советский был? Потому что он декларировал построение социализма с целью добиться построения коммунизма. То есть он себя противопоставлял капиталистической экономике всего мира. И в принципе, исходя из этой логики, изоляция этой страны была, ну в принципе, как-то обоснована. Россия, она в идеологическом, каким-то других своих социальных основах, она себя западному миру никаким образом не противопоставляет. Там капитализм, в России капитализм. То есть в принципе Россия, она имеет к Советскому Союзу очень слабые отношения сейчас. Потому что нету никакой ни коллективной собственности, ни коллективных предприятий. Все вполне концентрировано в частных руках. Ну то есть какое-то придумать обоснование, кроме единственного вот этих самых бредовых империалистических фантазий Путина о захвате новых территорий, никакого основания реального для того, чтобы отделить российскую экономику от всего мира, нет. Ну просто нет ее. То есть и Советский Союз, скажем так, плохо, хорошо, но в целом мог себя какими-то основными вещами обеспечить. Да, например, если ты хотел какую-то хорошую одежду, она должна была быть импортной. Если ты хотел какую-нибудь хорошую электронику, она должна была быть импортной. Но в целом Советский Союз мог себя обеспечивать чем-то более-менее необходимым. По сути, российская экономика ее никто не строил изначально из расчета на то, что вот она будет жить какой-то длительной изоляцией. В отличие от советской экономики, да. Да, в отличие от советской экономики, которая в принципе к этому была готова. То есть вот, ну, по сути, советская экономика без каких-то западных товаров, она могла существовать. Было бы жить гораздо хуже, но в принципе жить можно. И вот люди просто переносят эту логику некритически на нынешнюю Россию, что, наверное, неправильно. Потому что Россия очень-очень сильно от Советского Союза отличается в этом плане. Мы должны вспомнить, что в Советском Союзе была индустриализация. Индустриализация, она осуществлялась путем очень серьезных инвестиций, но самое главное, при помощи иностранных специалистов иностранного оборудования. То есть вот, в первую очередь, Соединенные Штаты, привозились целые предприятия, привозились специалисты, которые помогали все это строить. Автоваз. Автоваз, целиком и полностью привезенный под ключ завод. Да, да, да. Таким вот образом создавалась основа для советской экономики. То есть очевидно, что если Россия что-то подобное собиралась делать, значит им нужно было в предыдущие десятилетия заниматься тем, что завозить, пока они не были в изоляции, завозить технологии, строить предприятия, строить заводы, построить некую мощную экономику, ну и таким образом уже входить в эту самую изоляцию. То есть очевидно, что российское руководство, оно всерьез не воспринимало перспективу изоляции. Ну считало, что ну там как обычно, там что-то побурчат эти европейцы, потом мы с ними договоримся, там как-то там перетрем, вот и таким образом проблема будет решена. То есть они серьезно вариант какой-то серьезной экономической изоляции не рассматривали. Поэтому они к этому просто не готовились, а сейчас как это все подготовится, ну это какая-то уже совершенно фантастика, потому что в современном мире не было примеров, чтобы кто-то добился экономического рывка в условиях изоляции. Ну нету никакого, нету никакого экономического прорыва в Иране, нету никакого экономического прорыва в Северной Корее. Международная политическая изоляция, с которой столкнулась Россия, это то, с чем Советский Союз не сталкивался по большому счету. Нет, не сталкивался. В международных отношениях Советский Союз и Запад, коммунистический и капиталистический мир, они воевали, но это были отношения уважающих друг друга врагов, потому что они чувствовали, что с той стороны идеология, либо капитализм, либо там социализм. Я вам больше хочу сказать, что в принципе внешняя политика Советского Союза, она была намного более продуманная, взвешенная и очень такая осторожная. Они даже если занимались каким-то вмешательством в директорах других государств, агрессией, они всегда пытались подвести под это некую идеологическую базу. То есть это или приглашение законного правительства, например, в Афганистане, или какие-то соглашения в контексте общего пространства безопасности, как, например, Варшавский блок, и они, соответственно, вводили войска на основании этого. Ну, то есть просто так, чтобы тупо перейти войска, вторгнуться в другое государство, начать там войну, Советский Союз никогда таким не занимался, и он, соответственно, не давал повода для того, чтобы обеспечить какую-то полную изоляцию. Были санкции, были ограничения, как, например, в случае войны в Афганистане, но всегда оставались возможности для маневра, для дипломатии. Поэтому Советский Союз действовал намного более аккуратно, взвешенно, чем Россия, которая попыталась просто реализовать что-то совершенно невообразимое и таким образом закрыла для себя массу возможностей для какой-то дипломатии, для каких-то подобных отношений. Но они пытаются сейчас эту ситуацию выправить путем, скажем так, поиска дипломатической поддержки, например, в Африке. Но все-таки мне кажется, что Африка – это не совсем то, что им сейчас нужно. То есть, конечно, они могут получить определенную поддержку на словах со стороны африканских государств, но это все-таки не та поддержка, я думаю, на которую они в этой ситуации рассчитывают. И точно не та поддержка, которая поможет им, скажем так, успешно пережить экономическую изоляцию. Хорошо, тогда немножко вперед. При каком условии Россия может стать рукопожатной снова в мировом сообществе? И в какой перспективе? Перспектива зависит исключительно от самой России. То есть, если Россия, например, вот и дальше закрывается в эту раковину, все отрицает, продолжает свою агрессивную внешнюю политику, ну, очевидно, пока это все продолжается, никто даже поднимать этот вопрос не будет. Будут какие-то попытки, что-то там где-то как-то, возможно, снять напряжение, возможно, скажем так, пойти на какую-то деэскалацию. Ну, деэскалация – это все-таки не восстановление полноценных отношений. Деэскалация, она может, например, быть. Ну, что такое деэскалация? Ну, например, там мы не стреляем, вы, соответственно, вы не стреляете, мы там, соответственно, тоже, например, не закрываем полностью границы для вас или каким-то образом это все в этом направлении движется. Например, вы там выводите войска, мы там где-то не размещаем ракеты. Ну, вот, деэскалация выглядит так. Но деэскалация – это не нормализация отношений, это просто снижение градуса напряжения. То есть, деэскалация возможна, нормализация отношений зависит исключительно от России. Сейчас же уже много говорят, да, на самом деле. Даже Шольц сказал о том, что прекращение боевых действий, вывод войск с оккупированных территорий – это не повод для снятия санкций. Да. Повод для снятия санкций в полной мере – это изменения России, которые покажут, что Россия действительно это все осознала. И то, что Россия в целом готова жить в цивилизованном мире по цивилизованным правилам игры. Не рассказала о том, что она готова, а показала. Показать, очевидно, для этого нужно время. То есть, например, не одни выборы, а, например, двое выборов демократических, сменяемость власти, реализация соответствующих принципов, несколько циклов, да, то есть, вот, ну, то есть, если, например, сейчас этот процесс запустить, ну, возможно, лет через 10-15, скажем так, Россия бы смогла полностью вернуться в мир, скажем так, цивилизованных наций, как некий, вот, скажем так, субъект. Хотя, конечно, опять-таки, эти условия будут связаны еще и с привлечением к ответственности военных преступников, выплатой репараций тем, кто пострадал от российской агрессии. И много-много других соответствующих оснований, которые, честно говоря, мне кажутся в России совершенно невыполнимы. То есть, я не представляю, что даже, вот, если, например, кто-то в России завтра захочет деэскалации, что он серьезно захочет, например, открыто признать российскую вину в агрессии против Украины, пойти открыто на выплату репараций, компенсаций и тому подобное, привлечения к ответственности военных преступников. Я в это просто не верю. А это все является обязательным условием, на самом деле. Ну, это все, да, это все обязательные условия. Соответственно, Россия эти условия не выполняет, но ситуация затягивается на какое-то время, на какую-то непонятную перспективу. Затягивание ситуации тоже способствует тому, что Россия превращается в такую большую-большую КНДР. А как можно реформировать КНДР, на самом деле, никто не знает. Никакой теоретик-политолог в мире не может предложить какую-то адекватную модель, вот что может быть в будущем с КНДР. Вот сколько, например, это образование может существовать. А когда оно, например, падет, то что это будет означать? Что с ним делать? Что сделать с этими миллионами совершенно диких, голодных людей, которых выпустили из концлагеря? Вот что с ними делать, в принципе? Как их интегрировать в мировое цивилизованное сообщество? Ну, при том, что там, на самом деле, проще, потому что там хотя бы есть картинка, картинка Южной Кореи, один народ, одни традиции. А вот что делать? Можно положить эту миссию на южных корейцев, и они там за какие-то 10-20 лет, возможно, в принципе, чего-то добьются, и все это смогут сделать. Там есть такая надежда. Кто будет цивилизовывать Россию, я просто не представляю. Кому это, в принципе, нужно? Только на самих россиян, конечно же. Да, а самим россиянам это не похоже, что нужно. Те, кому это нужно, сейчас несколько миллионов покинули Россию. То есть они покидают и, наверное, будут покидать Россию и дальше. Существует же еще фактор ядерки, ядерного оружия. Пока в Кремле остается кнопка работающая, никто в мире не может чувствовать себя безопасным. Все привыкли, что ядерное оружие является атрибутом целого ряда государств, которые принято считать мировыми государствами. Нужно понимать, что большинство обладателей ядерного оружия, они кроме того, что у них есть ядерное оружие, у них еще много чего другого есть. То есть это мощная экономика, мощная армия без ядерного оружия. То есть очень много соответствующих факторов влияния. И что характерно, ни одно из этих государств ядерным штатажем не занимается. Вы никогда не услышите от представителей Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и даже Китая, например, чтобы он вышел, выступил и сказал, вот там не будете нас слушать, мы как ядерная бомба и шандарахнем. Это в принципе нельзя представить. Почему? Потому что это очень плохо. Это очень плохо для экономики, для бизнеса. Вот представим себе, например, кто-то из цивилизованных стран вышел и сказал, что мы там хотим шандарахнуть ядерной бомбой по всем, кто с нами не согласен. Соответственно, сразу же будет обвал на биржах, падение экономики, рецессия, кошмар, паника, отставки правительств и тому подобное. Это просто никому не нужно. И только вот есть одно государство, у которого ничего кроме этой ядерной бомбы нет и которое постоянно всем этой ядерной бомбой угрожает. То есть вот это показывает то, что если у государства ничего кроме ядерной бомбы нет за душой, для того, чтобы демонстрировать свое величие, то это очень плохо для всего мира. И соответственно, пока ядерные бомбы будут у России, это будет угроза постоянно для всего мира. Или чтобы Россия стала нормальным государством, как все другие ответственные государства. Или чтобы у нее никакой бомбы не было. Потому что в другом случае это постоянная угроза для всего мира. И я думаю, во всем мире это тоже прекрасно понимают. И в целом я думаю, что мир больше не повторит, я по крайней мере на эту идею, с ошибку начала 90-х, когда Светский Союз распался, Россия была в глубоком кризисе, была фактически на грани распада сама, был парад суверенитетов, Татарстан, Чечня, ряд других регионов объявляли свой суверенитет. И тогда западный мир поддержал Россию, чтобы она не распалась. Буквально кормили легендарными ножками Буша, прислабили продукты, давали деньги, вот только чтобы как-то поддержать правительство, чтобы правительство не пало, чтобы Россия не распалась. И даже не потребовали в обмен каких-либо гарантий в плане ядерного оружия. Вот таким образом за этот гуманизм 90-х годов сейчас расплачивается весь мир, к сожалению. Я думаю, что в будущем, если голодная, нищая Россия попросится о помощи, первое условие должно быть быть ядерное разоружение. То есть ядерное оружие в обмен на продовольствие. Вот такая вот программа должна быть в будущем, если, скажем так, уже доведенная до полной нищеты и голода Россия попросится когда-то вернуться в мировое сообщество. Ну окей, хорошо. А как мы тогда поймем, что вот все происходит, холодильник уже окружает телевизор и начинает его уничтожать. Мы же понимаем, что в социологии, в особенности российской, смешное словосочетание российская социология, этого никто не увидит. На бумаге же все будет гладко. Да вы знаете, оно будет все гладко. Но все будет гладко, пока, например, в один прекрасный день толпа людей не разграбит какой-либо склад или какое-то другое предприятие. И потом, услышав об этом, подобные процессы начнутся по всей стране. И дальше это будет не остановить. Вот понимаете, вот в этом особенности, опять-таки, Россию, что вот все это как бы происходит внезапно. Вдруг, да. Вдруг. То есть вот как-то вот оно себе существует, существует, и никто вроде ничего не замечает. Потом вдруг и что-то начинается. Причем что-то, если начинается, то оно может не закончиться так быстро, как кто-то рассчитывает. Так, окей, хорошо. Вот сейчас, кстати, тогда, на злобу дня, сейчас звучит мнение, и оно поддерживается некоторыми советниками, что Украина должна стать центром вооруженного сопротивления россиян. Как вам, в принципе, такая идея? Цель Украины, на самом деле, простая. Это сделать, во-первых, сделать российскую агрессию сейчас невозможной. То есть, чтобы путинский режим максимально ослаб, для того, чтобы не смог больше заниматься войной против Украины. И наиболее логичный здесь процесс, это чтобы какие-то соответствующие процессы начались с самой России. Ну и чтобы в перспективе Россия уже в будущем никогда не смогла совершать агрессию против Украины. Но мы должны понимать, что целью Украины не может быть, в конечном счете, то, чтобы, например, вместо Путина сел какой-то другой диктатор и через пять лет решил, а давайте мы там, вот Путин, скажем так, проиграл в Украине, потому что он был идиот и коррупционер, а вот мы давайте проведем настоящую войну, вот как вот мы умеем. Вот, наверное, у нас таких интересов нет. Поэтому любое вмешательство в российские дела, это вещь довольно-таки сложная. Но сугубо в условиях войны, тактически, я думаю, Украине будет выгодно поддерживать всех тех, кто готов, в первую очередь, готов с оружием в руках бороться с режимом Путина. Вне зависимости от того, какие у них мотивы. Просто потому, что любой акт борьбы с режимом Путина в России, желательно вооруженный акт, это все-таки отвлечение внимания от посылки вооруженных сил на территорию Украины. Ну, то есть в любом случае, да, там в Лондоне было правительство Польской Республики в экзиле, да, в изгнании. Да, практически все страны имели свои правительства, которые были символом и центром борьбы за свободу. Да, не исключено, не исключено. Я опять-таки сейчас не утверждаю, там у нас, я знаю, зарегистрировано соответствующее постановление Верховной Раде, пока что они не обсуждаются. Ну, в принципе, я думаю, что, возможно, мы признаем со временем, например, правительство независимой Чечни. Если какие-то другие национальные правительства будут сформироваться, ну, возможно, мы их признаем тоже. Ну, это более такая отдаленная сейчас перспектива, но я здесь не вижу ничего такого нереального и невозможного. Ну, тем более, что русские сами, насколько я понимаю, пока что еще непонятно, насколько это серьезно. Нет ли в этом своих азовов и своих операций треск, но, тем не менее, они начали какое-то движение в сторону... Вы знаете, здесь есть определенный риск, что, опять-таки, вот эти люди, которые пытаются, скажем так, вот я просто за ними наблюдаю, которые пытаются бороться с режимом Путина, они считают, что, вот, скажем так, свергнем, например, Путина, свергнем его режим, и дальше все будет как раньше. Как раньше уже точно не будет. То есть в России нужно будет довольно-таки серьезное преобразование запустить, и без этих преобразований нормальные отношения с Украиной будут невозможны. Вот, то есть, опять-таки, нельзя повторять ошибки 91-го года. Нужно к этому всему подойти наиболее серьезно и взвешенно. И люди тоже должны понимать, что Украина не заинтересована в том, чтобы, например, вместо вот этой самой Путинской империи поставить, например, империю Навального, который там, например, завтра будет предъявлять нам какие-то другие претензии. То есть это должно быть что-то принципиально иное. Иное, что не будет нам нести угрозы. Что? Какая идеальная Россия для украинца после семи месяцев войны? Ну вот только без теплого океана, да? Это наша любимая украинская Россия. Без теплого океана, скажем так, идеальная для украинца Россия, это Россия, состоящая из где-то пяти, семи, десяти независимых государств. Потому что такая Россия точно никогда никакой угрозы военной Украины нести не будет. Любая другая Россия, даже мегадемократическая сейчас, через десять лет снова может впасть в очередной веймарский синдром, реванша и все, что с этим связано. Поэтому наиболее идеальный для Украины сценарий, это чтобы России в нынешнем виде не существовало. Это абсолютно искренне и абсолютно без всяких, скажем так, экивоков. Ну просто потому, что, я думаю, большинство украинцев после 24 февраля пропали большинство иллюзий по отношению к России. Например, я тоже имел определенные иллюзии. Я думал, ну да, вот они сейчас агрессивные империалисты, но, возможно, 10, 15, 20 лет эволюции, они поймут, что в целом 21 век на улице, что, возможно, та линия, которую поддерживает большинство россиян, она неправильная, в первую очередь, для них самих. И, возможно, как-то эволюционным путем они придут к построению цивилизованной страны. Я в это слабо верил, но, опять-таки, я это не исключал. Но сейчас я не думаю, что кто-то в это может серьезно верить. Поэтому, ну, варианты могут быть разные. В любом случае, не Украина это будет самостоятельно осуществлять, потому что Украина, естественно, никаких контингентов в Россию отправлять не будет. Это не наша, скажем так, прерогатива и не наша ситуация. Но для Украины, в конечном счете, выгодно, чтобы Россия перестала быть империей. А пока она существует в нынешних географических границах, ну, вряд ли она полностью от каких-то своих имперских представлений откажется, как показывает, опять-таки, практика. Для самих Россия жизнь в меньших государственных образованиях, Татарская народная республика, та же смешная, но Белгородская народная республика, не знаю как, она может быть более выгодна, чем жизнь в современной России? Ну, не для всех, но в конечном счете для многих, да. Например, суверенный независимый Татарстан без особых проблем сможет без соответствующего имперского прошлого оперативно наладить торговые отношения с Западом, поставлять туда нефть, поставлять туда газ. Я вам хочу сказать, что суверенный независимый Татарстан вполне может стать через небольшой промежуток времени вполне себе развитым азиатским государством по образцу каких-либо, например, арабских государств. Да. Вот. И он не будет иметь соответствующего негативного ореола России. То есть, ну, я думаю, что подобные идеи, они же не только мне в голову приходят. Они, наверное, многими в России приходят в голову. Вот. Это же касается не только Татарстана, но и многих других государств. Вот. Опять-таки, какая-нибудь союзная Финляндия и Карелия вполне может быть вполне цивилизованным европейским государством, построенным, опять-таки, по образцам экономики родственных финнов. Да. А в целом, вот, вся эта имперская парадигма, она никому ничего в самой России не дает. Не дает ни народам, ни самим, скажем так, россиянам. Она просто выкачивает все ресурсы на то, чтобы вести какие-то непонятные завоевательные войны. Да. Непонятно зачем, непонятно ради чего. А все эти деньги вполне можно, например, направить на инфраструктуру, на то, чтобы, например, в каждой школе был теплый туалет. На то, чтобы, например, опять-таки, в медицинских заведениях были необходимы оборудование и все, что с этим связано. То есть эти все деньги, если то надо направить, и, соответственно, не отправлять, например, в Москву, которая это все поглощает, а ставить на местах, то целый ряд российских регионов, исключительно за счет своих природных ресурсов, через небольшое время, могли бы стать вполне себе приличными государствами, вполне себе нормального уровня жизни. Это вот чудесный абсолютно пример. Если бы граждане Татарстана и правительство Татарстана могли решать, отправлять часть заработанных денег сестричке Сирии или сестричке Абхазии в бездомную абсолютно бочку, или, может быть, на эти деньги построить еще каких-то дорог, еще каких-то школ. Куда бы пошли эти деньги? Как думает правительство и народ Татарстана? Да, 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 тем более, тем более, что рядом с Татарстаном есть абсолютно очевидный пример, Казахстан, родственные им государства. Вот, и там они вполне себя спокойно наладили самостоятельно, нормальное использование своих природных ресурсов, и особо, в принципе, я думаю, вполне этой ситуации довольны. И по большому счету, да, каждый из российских граждан, которые живут в этих самых регионах, он может выйти на улицу и посмотреть трезвым взглядом на окружающую его реальность и найти то, что именно для этого региона является реальным, прибыльным. Просто это необходимо поднять. А для того, чтобы это поднять, необходимо это видеть и знать. Всегда люди на местах лучше видят и знают, чем из центра. Из центра все видится намного хуже. Да, 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 да. И естественно, что такая громадная географическая страна, как Россия, у ее регионов просто не может быть каких-либо настолько близких общих интересов. Интересы эти могут очень сильно отличаться. Вот, и, например, даже безотносительно каких-либо этнических факторов, но все равно сугубо экономические факторы могут влиять тоже на восприятие. То есть пока что, собственно говоря, почему и обострилась вот эта вот самая имперская шизофрения. При Путине просто потому, что Путин не придумал ничего лучше, кроме как направить всю энергию общества, чтобы как-то вот эти все настроения притормозить на внешнее завоевание. Чтобы, вот скажем так, у людей просто не было времени подумать, собственно говоря, что происходит в их стране, в их городе, и как вообще им дальше жить и развиваться. Если говорить о сейчас, мы с вами обсуждаем множество территорий российских, но мы видим сейчас попытки приумножить еще эти территории за счет каких-то референдумов, которые они собираются проводить на территориях оккупированных, территориях Херсонских и Запорожских областей. Это им зачем? Я думаю, они сами до конца не понимают. То есть, ну, они привыкли, например, вот они просто используют ситуацию с Крымом, как пример вот такой вот, скажем так, успешной оккупации. Крыму был референдум, значит, там тоже нужно его провести, чтобы показать, скажем так, местным коллаборантам о том, что Россия пришла всерьез и надолго, показать это тоже, скажем так, к своим собственным гражданам. Ну, на самом деле, большого смысла в этом нет. Они сами это все понимают, но они просто не могут придумать какой-то новой модели. Для того, чтобы как-то это все... Как-то это все... То есть, это шаблон, да? Это просто шаблонные привычные действия. То есть, они по большому счету здесь действуют практически так же, как российская армия, как рассказывают наши военные, действуют на фронте. Как учили, как в учебнике, шаблон по нему и действуют. Так же они действуют... Да, так и здесь, да. А смысл этого шаблона, он, я думаю, уже во многом потеря. Сейчас много разных сигналов звучит оттуда, и через Шредера, и через других каких-то там российских и мировых политиков о том, что Россия потихонечку начинает выходить на переговоры, да, они стараются каким-то образом намекать нам, да, вот эта вот двигающаяся левая бровь, должна нам сказать, что Россия готова к переговорам каким-то. Но мир, который хочет Путин, для Украины не приемлем. На что Путин, условно, может пойти? Что он может уступить Украине? Да, он, я думаю, ничего не хочет уступать. Понимаете, для него любые уступки, это, в принципе, не только его особенность, это особенность любого российского восприятия, что если уже что-то захватил, значит, это твое. Поэтому ни на какие уступки они, конечно, не пойдут, тем более, любые уступки будут означать для них, ну, в принципе, серьезный политический крах. Ну, спрашивается, зачем тогда воевали, зачем столько людей убили. Вот это, в принципе, совершенно очевидно. Поэтому у них одна цель заморозить все как есть, вот, для того, чтобы укрепиться на захваченных территориях, подтянуть резервы, как-то перевооружить армию, восстановить ее боеспособность, использовать ее, как такую, скажем так, тактическую паузу, для того, чтобы через некоторое время перейти в новое наступление на Украину. То есть я уверен, что пока Путин при власти, путинский режим при власти, они от попыток захватить всю Украину не откажутся. То есть их переговоры, их вот это вот движение брови, это всего лишь попытка выйти на нулевой вариант. Останавливаемся так, как есть. Да, да. Ну, это их привычная, опять-таки, тактика. Они ее показывали неоднократно во время войны в Грузии, во время войны в Абхазии еще, во время войны в Чечне. То есть вот втянуть противников переговоры, навязать какое-то перемирие, которое они сами выполнять не будут, но будут постоянно требовать, чтобы противник их выполнял. Вот, под прикрытием этого всего потянуть резервы, перегруппироваться и начать войну снова. Ну, вот они всегда так действуют. Для них всегда переговоры и перемирие, это тоже один из элементов ведения войны. И что особо приятно, украинское руководство и украинский народ сейчас это прекрасно понимает. Именно поэтому никакие переговоры, что бы там ни говорили в российских пропагандистских шоу, что бы там ни говорили российские политики, никакие переговоры, кроме как переговоры о выведении российских войск с территории Украины, полностью всех, они сейчас в Украине никакой поддержки не найдут. Да. Спасибо большое. Спасибо большое.